На прошлом занятии мы разбирали, значит тоже, с филиппистом сегодня мы начинаем 3 глава 7-8 стиха. На прошлом занятии разбирали, как апостол Павел рассказывает свою жизнь до уверования во Христа, кем он был, какие у него были преимущества. И теперь мы будем смотреть, кем он стал и как он относится к тем преимуществам, которые были у него до того, как он стал христианином. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел счетою, да и все почитаю счетою, ради превосходства, познания Христа и Иисуса, Господа моего. Для него я от всего отказался и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. Толкование Здесь эритики, порицающие закон, говорят, вот Павел называет его счетою, так же после этого он мог быть дан Богом. Мы прежде всего будем благодарны за то, что Дух Святой так устроил, что они принимают эти слова, как бы говорящие в их пользу. Если бы этого не было, они бы просто уничтожили эти слова, как и многие другие. Затем, обрати внимание, апостол не сказал прямо, что закон счета, но я почитаю его счетою, так как закон сам по себе не ест счета. Иначе, как бы он мог приводить ко Христу, когда понимается правильно. Прежде понимая его ложно, я не обращался ко Христу правильно, ко Христу. После же узнав истину, я обратился ко Христу. И закон теперь показал мне, что он был счетой в то время, когда я, понимая его ложно, не обращался ко Христу. Сам же по себе закон есть приобретение. Послушай далее. Не сказал, что я считал преимуществом, но что было, так как закон поистине преимущество. Потому что освобождая людей от зверства и суеверия, и делая лестницей, приводит нас к жизни во Христе. Подобно тому, как кто, восходя по лестнице, не пренебрегает ступенями, напротив, остается благодарным. Потому что не будь их, он не мог бы взойти. Так и закон был приобретением. Теперь же мы считаем его счетой вредом, не потому, что он таков на самом деле, но потому, что есть большая благодать. Или как человек, обладающий серебром, если найдет золото, при невозможности обладать тем и другим, считает вредом удерживать серебро и оставляет при себе золото. Так и закон становится вредом, если отводит от Христа. А если приводил к нему, то не был бы вредом. Итак, говорит. Я не только прежде считал закон счетой, но и теперь считаю его таким. Почему же? По превосходству благодати. Видишь ли, он делает сравнение. Сравниваются же только однородные предметы. И поэтому, что превосходит, то превосходит однородное себе. И закон есть познание, но меньшее, подобно тому, как светильник есть свет, но не такое, как свет солнца, хотя и свет. Ради Христа, говорит. Я от всего отказался. То есть, все почел с счетой и все отверг. Видишь ли после этого, закон не сам по себе счета, но ради Христа. Относится ли слово «сор» к закону? Это не ясно. Правдоподобнее, что здесь речь идет вообще о мирских делах. Ибо он выше сказал, для него я от всего отказался. То есть, от всего мирского. Но если сказанное отнести и к закону, то бесчестия для него не будет. Ибо «сор» есть солома или стебель пшеницы. Сор. Солома или стебель пшеницы. Но стебель служит охраной и поддержкой пшеницы. Так что, если бы не было стебля, то не было бы и пшеницы. Но когда последняя созрела и ее выбрали, тогда стебель становится ненужным. Точно так же и закон есть утверждение и свидетель благодати. Когда последняя явилась, то уже не следует оставаться при букве закона. Вот сразу вопрос такой. Закон не нужен или нужен? Был, есть, будет. Нужен. Нужен, был и есть. И будет. Дополнение. Совершенно. Благодати. Более совершенное. Но здесь закон сравнивается с лестницей. Вот когда человек идет по лестнице и попадает в свой дом. Вот убери лестницу. Попадет он в свое теплое домашнее гнездо, где там у него все уже готово. Там пища на столе, там ждет его. Ну не будет. Нет. Поэтому необходимо. А если две-три лестнице и лестничный марш убери, вот кто живет в многоэтажных домах, что будет? Тоже не попадешь. То есть необходим период. И поэтому закон сравнивается с лестницей, восхождением. Он необходим, важен. Здесь также закон сравнивается со стеблем пшеницы. То есть если не будет стебля, по которому идут соки, влаги, вот это для созревания семени, то и тоже не будет. Но если ты уже попадаешь и приобретаешь зерно, тогда ты не надо оставаться ночевать на следственном марше. Ты зайдешь в квартиру, там теплее, то есть ты можешь, конечно, на лестничной площадке примоститься. И здесь вот именно такой взаимосвязь идет с законом и благодать его христе. То есть то важное, а это уже конечная цель, к чему мы стремимся. Поэтому те устроения Ветхого Завета и закона, которые мы можем использовать сегодня, мы используем их. И благочиние даже используется не то, чтобы конкретно поется то, что пела сейчас, но именно вот сам стиль вот этого, ну как сказать, ну вот я одним словом могу назвать, это благочиние, вот этот порядок, чин, богослужебный чин, как вот священник выходит, все вот эти, обрядность наша, она перекликается с обрядностью Ветхого Завета. И вид даже у нашего священника, он чем-то напоминает, напоминает вид Ветхозаветнего священника. Но уже и в иных новых символах. Да. Но еще и страх. Еще и страх того, что закон это страх. При невыполнении, если поедешь на красный свет, штраф. А ну конечно тут и что нарушаешь закон, что если совесть, это... То есть совесть она может тебе не подсказать, а закон конкретно тебе регламентирует. Вот что можно делать, что нельзя. Здесь также сравнивается, вот как мы прочитали, что закон сравнивается с лестницей и сравнивается со стеблем. А еще с чем сравнивается закон, вот по толкованию. Я вам сейчас напомню, вы запомните сравнение, мне очень понравилось. Я вспомнил одну сказку Андерсона. Золото. Закон это серебро, а во Христе уже золото. Кто помнит сказку про солдата и трех собак? Вот идет бравый солдат, и ему встречается старая ведьма. Я прямо использую лексику перевода Андерсона. И она говорит, спустись в дупло и достань мне старое гнево. А там будет три комнаты. В одной будет много меди, во второй будет много серебра, в другой много золота. И он спускается туда, заходит, а он сам, ну небогатый человек, увидел много меди. Он набил все, что можно, все карманы набил медью. А потом заходит во второй серебро. Ну у него уже нет места, он все выкидывает в медь и серебро. И то же самое произошло, когда он зашел в комнату с золотом. Он все серебро выкидывает. Так он выкинул серебро, что оно не имеет ценности само по себе? Оно имеет ценность. Но если у тебя есть золото, то ты берешь золото. То есть ты выбираешь лучшее. Так и здесь. Сравнивается золото и сравнивается серебро. Закон это серебро, а в христе это золото. Поэтому не то, что само по себе закон не имеет ценности. Но если ты имеешь уже золото, ты выбираешь золото. Но это если с точки зрения мира сего. Вот такое сравнение здесь мы видим. Ну и слово «чета» как раз в этом контексте мы и видим. Что «чет» на то, что наполняет тебя, а ты лучше не избираешь. Поэтому все остальное является «четой». Хотя это необходимо когда-то было. Например, так же. Вот пайки. Важен паек солдатский? Но он же сухой все. Но если у тебя есть суп, борщ или что еще ты ешь. Такое домашнее пища. Конечно, ты выберешь домашнюю пищу. А это уже когда ты в экстремальных условиях. Это тебе нужно. То есть вот так сравнивается. Ну, дальше идем. Понятно, да? Девятый стих. Третьей главы. Для него, то есть для Христа, я от всего отказался и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. Но ссора относится именно к мирским вопросам. Хотя тут толкователь нам говорит о том, что к ссору он и закон относит. Но опять же дает такое мягкое объяснение, что ссор – это пшеничный стебель. То есть не просто ссор, мусор. Это именно пшеничный стебель. Важный элемент. И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но стою, которая через веру во Христа с праведностью от Бога по вере. Толкование. «Дабы не иметь мне моей праведности, происходящей от дел закона, как бы уже совершенных мной. Ибо нет праведности от дел, потому что я этих дел не совершил. Но чтобы иметь праведность, происходящую через веру во Христа, которая есть праведность от Бога, то есть дар Божий. Праведность, оправдывающая верующую благодатью. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать и Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, то спасешься». Римлянам 10.9. «Божественные же дары в величайшей мере превосходят ничтожность дел, совершенных человеческим старанием. Как и пшеница, много лучше соломы». То есть опять вера во Христа праведностью от Бога по вере. Ну кто может объяснить? «Дела закона». Ну давайте по порядку. Какие были дела закона? Необходимо, вот основное, это же, допустим, храмовые законы. Надо принести было жертву, надо было подать десятину, надо было много совершать того, что важно, что отличает народ израильский от язычников. Все это было необходимо и полезно для евреев, для израильтян. Но вот на сегодняшний день, разве это не нужно было, получается? А Христос что дает? Какое отличие дает Христос? Что он дает? Закон говорил, не убивай, не прелюбодейство. Сколько было заповедей? Десять заповедей. Почитай отца и мать, и будешь тебе благо, и будешь долголетием на земле. Чти день субботний и прочее, и прочее. Все это очень важно и полезно. А я вот это делаю, и это никак мне разве не нужно? Это мне не поможет для моего спасения. Почему не может? Разве это не так важно? А что тогда важно? Скажите мне, что важно, если не надо конкретно исполнять конкретные заповеди? Вот, сестры, порассуждаем. Ну, сегодня мы читали, слушали место из Писания, что не делами своими мы спасаемся, а верою. Ну, а практически как вера? Никакие дела не могут нас спасти, нас оправдать. Как? Ну, вот дела. Можно относиться к делам. Пришел в церковь. Вовремя. Помолился. Вычитал все молитвы, чтец там. Вы все это выслушали. Дома вы открыли вовремя молитвослов, прочитали все правила. Открыли Библию, прочитали. Потом вовремя подали. Все у вас нормально. Этим вы можете спастись? Или это как-то... Это можно назвать делами? Или нельзя это назвать делами? Я думаю, что можно назвать. Чем мы вообще спасаемся? Как это понять? Верой мы спасаемся. Верой без дел не дашь на все. Да, говорите. Говорите. Просто написано же в Библии, вера без дел, мертва, как сказала Галя. Но вера без дел, то есть человек, который надеется только на веру и ничего не делает, это вот к этому как бы такая информация. Но человек спасается верою. А как верою? Верую – это исполнение заповедей Божьих. Всех заповедей Божьих. То есть следить, главное, за собой, вникать в себя и исправлять себя, и бороться со страстями. Главное, конечно, и ходить, дело это. Ходить в церковь – это дело. Трудиться, молиться – это дело. Но это не то, что бороться с теми, кто тебя искушает. Бороться. Вот это самое главное – исполнение заповедей. Кто исполняет заповеди мои, тех он называет друзьями, кто исполняет заповеди. Поэтому мы пока, если исполняем заповеди, мы друзья, если мы не исполняем заповеди, мы чужие. Ходим мы чужие в церковь. Молимся, чтобы на нас только смотрели люди. Вышли, молимся, кланяемся. А внутри-то осуждаем. А внутри-то смотрим даже на неверующих и смотрим какие-то к ним. Я про себя говорю, я не про кого-то там говорю, я про себя. Ну, конечно, именно вы как говорите. Самое главное, что вот в себя вникай, и нужно бороться со страстями. А борьба со страстями, все святые к этому призывают. Все. Игнатий Брончанина, вот у него покаяние, вот к покаянию, когда ты готовишься, все страсти написанные, я читаю. И я бы сквозь землю провалилась бы. У меня такое состояние потом, я все, что прочитала, что положено к покаянию, а когда я его начинаю читать, у меня слезы льются и льются и льются. Поэтому он настолько проникает, вот кающими согрешниками. Игнатий Брончанина. Да, Игнатий Брончанина. Такая книжечка я выбросила у Александра Ивановны. Выпросили, а не выбросили. Выпросила, еле-еле. И она мне разрешила, вот я ей пользуюсь. И вот каждое покаяние, вот каждое, вот я этой книжечкой, тоненькая-тоненькая. И одну книжечку я принесла, конечно, надо забрать у него, он умер же, Юра. Он, когда ее тоже читал, он говорит, вот это сила, вот это, вот это сила. Я говорю, а почему сила-то? Ты ведь всегда вот так вот бурна, что тебе нужно каяться, там можно всем, нужно это соблюдать, все ты исполняешь заповеди. Он говорит, знаешь, тут что-то другое, какая-то другая полоса пошла. После, когда он покаялся, когда его покрестили, я по-другому воспринял вот эти слова, это кающиеся грешнику по Игнатию Брончанина. И я уже поняла, думаю, вот надо мне это читать. И я, как бы, он говорит, ты тоже читай, постоянно читай. Он меня благословил вот на это. Ну, как бы. Ну, и с ваших слов я понял, вот я как понял. Ну, о чем хоть скажу? Я скажу следующее, что Людмила Степановна имеет в виду, вот вы потом уточните, правильно ли я вас понял, что наши внешние дела, они необходимы. Хождение, дисциплина. Но если мы не будем прилагать внутреннего к этому, если у нас не будет внутреннего раскаяния и осознание того, что я это делаю не потому, что вот я хочу этим, вот просто, видите, люди могут на меня постать. А как люди подумают, я не пришла в церковь, будут обсуждать меня там или что-то. Если ты это делаешь ради Господа, потому что ты веришь, что Господь умер за твои грехи, и Он желает тебя видеть в этом месте, и ты прославишься Господа, то есть ты это делаешь ради Христа, по вере ты это делаешь, а не из-за человеческого мнения, то тогда это будет действительно необходимо. А если ты просто пришел и вот самим своим действием скажешь, что ну вот теперь Господь, я же пришел, теперь давай мне свою благодать или давай мне спасение. Я же помолился, теперь давай мне, то есть торговля идет с Богом. Я тебе дал вот это то, что я пришел своими ногами, представляешь? Я старая, я пришла, а теперь давай мне чего-то. То есть вот так, требования, то это уже получается надежда на свои дела. А если ты просто пришел и дальше, а дальше что Господь даст? А как Господь ко мне отнесется? То есть ты надеешься не на свои действия, а на благодать и на милость Божия. Я правильно понял, что внешне оно без внутреннего осознания не даст? Елена. У меня место пришло в Писании, что как Бог будет на страшном суде делить? Любовь к ближнему Он ставит на первое место. Христос говорит, придите ко мне возлюбленные, ибо я был голоден, и вы накормили меня в темнице, и вы посетили меня, болен, и вы помогли мне. Вот это он будет по этим признакам, да это что, как ни дела. И на молитве, и прости нам, как мы прощаем должникам нашим. Ты иди, говорит, вперед, помирись с братом своим, а потом уже приходи ко мне. Вперед, даже Бог про себя оставляет, иди вперед, сделай ближнему, а потом уже ко мне приходи. Остань дар твоего жертвенника, примирись, а потом придешь. Ну кто еще добавит? Любовь Николаевна. Любовь Николаевна. Любовь Николаевна. Любовь Николаевна. 13.10. Так и вы, когда исполните все повеление, повеленное вами, говорите, мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. Аминь. Вот это очень важный стих, очень важнейший, который показывает взаимосвязь действия и отношение к нему. То есть даже все ты сделаешь, все абсолютно, исполни, что от тебя требуется, и в конечном итоге приди и скажи, Господи, я раб ничего не стоящий, сделал то, что должен был сделать. А что будет дальше со мной? Ты, Господи, сам разберешься. И Господь, ну как бы, даст тебе спасение, но не даст. А другая ситуация бывает совсем абсолютно другая. Когда человек вообще ничего не сделал, а все равно приходит к Господу и надеется на милость. Такая может быть ситуация? Вот это рабы, которые много всяких добрых дел сделали, сходили и посетили, и привезли там тебе 20 мешков картошки, там все сделали, что надо. И они думают, ну вот, сейчас мы точно что-то для Бога сделали, теперь-то точно мы спасемся. А Господь говорит, считайте, что вы рабы ничего не стоящие, сделали то, что должны были сделать. А вот ситуация, когда ты ничего не сделал и надеешься на это что-то получить. Есть такая ситуация в Ангеле описывается? Давайте вспомним. Вот ты ничего, человек, не сделал в добром жизни, а все равно надеется на спасение. И мало того, что он надеется, он получает это спасение. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную написанную. Нет, в ситуацию приведи пример, когда человек ничего не сделал, но надеется все равно на спасение. А может последний момент приходит в жизни? Так, все, стоп, остановись. Помяни меня, Царство. Разбойник, наказавшийся. Классический пример это покаяние разбойника. Ну, его и распяли, потому что он разбойник. Ну, а что разбойник, мы знаем, грабит, убивает. Ну, римская власть взяла, да его и распяла. Ну, там толкование еще более расширяет, что он был не совсем такой разбойник. Но это уже, ну, просто слово берем разбойник за основу. А при этом, в последний момент своей жизни, он говорит, помяни меня, Господи, во Царство Твое. И Господь ему, а как отвечает? Ты не сделал там доброе дело, ты там никого-то не посетил, ты там что-то не сделал. Нет, он так не говорил. Он говорит, ныне же будешь со мной в раю. Все, все. И разбойник входит в рай. Но, это означает, что он не покаялся. Он покаялся, он обратился к Господу и надеялся на его милость. Это пример того, что Господь составляет своей милостью, а не за наши дела. И вот когда мы все... Но это, опять же, не означает, что мы ничего не должны делать и надеяться. А вот разбойник же спасся, и я. Это тоже не означает. Видите, сколько граней. А вот в предании, ты слышал про Святую Богородицу? Ну, начитанное, которое слушаем мы на кассете. Ну, надо желать на источнику. Вот видите, с вами говорят, не брать обречения нет. Что там сказано про этого разбойника, что когда бежали они в Египет, что эти разбойники встретились и хотели убить их. И он заступился, увидев, какая прекрасная в матери младенец, и почувствовал благодать на них Божию. И заступился. И вот в предании, что это тот разбойник, который заступился. Ну, это, конечно, может и сказка быть. Потому что... Ну, дело уже было, получается, тоже. Пока мы в рамках Священного Писания разбираем. Было, не было, тут вопрос... Факт в том, что он спасся. Даже если бы он так поступил, почему в тот момент он не покаялся, и не стал, ну, примерно как и апостол, и начал бы... Значит, он не стал таким, как апостол. С каким-то грудным ребенком он же еще не слышал. Вера, отслышали? Ну, не слышал, но дальше бы хотя бы. Сколько времени? Грудной ребенок-то станет уже мужчиной, и потом будет проповедовать. А вокруг него будет 12 апостолов, потом будут тысячи. Был ли среди них этот разбойник? Если он был, а если он был, почему он висит на кресте, а не стоит рядом возле креста, как сотник? Ну, то есть, вопросов много к этому. Девятый стих. Так, это мы прошли. Десятый стих. Чтобы познать Его, то есть, Христа, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуя смерти Его. То есть, апостол Павел говорит нам о том, чтобы познать Его, и силу воскресения Его, толкование. Итак, познание происходит через веру. Ибо какое умозаключение докажет нам воскресение? Какое умозаключение? Никакое, отвечает нам толкователь. Но докажет нам эта вера. Если же воскресение познается верой, то как будет познано умом большее рождение? Но почему оно большее рождение? Потому что примеров воскресения много, так как многие воскресали и до Христа, но никто не родился от Девы. Здесь речь идет именно о рождении Христа. Потому и праведность, которая от Бога, заключается в вере, то есть опирается на ней, и имеет ее своим основанием. Сказал, и силу воскресения. Действительно, велика сила, ну, великая сила нужна для того, чтобы воскреснуть. А с другой стороны, воскресение подает нам силу для шествия по тому же пути, по которому шел Христос. Будучи преследуемы и теснимы, говорит, мы становимся участниками страданий Христа. Потому что если бы мы не верили, что будем с Ним царствовать, то не терпели бы так много и так сильно. Заметь, тот всего более верит в воскресение Христа, кто страдает. Послушай далее. То есть делаясь совершенно подобным Ему. Как Христос страдал от людей, так и Я должен страдать. Потому что преследование и страдания живописуют образ Его смерти. И мы, так сказать, делаемся Христами, настолько, насколько страдаем. Видишь ли, как велико достоинство страданий. У меня вопрос сразу. Почему именно для страданий нужна вера? В воскресении и во Христа, и воскресение Христа, и о том, что Христос воскресит в последний день. И о том, что Христос воскрес. Почему для страданий нужна вера? Потому что без веры угодить Богу невозможно. Но почему именно тут упор делается на страдания? Что вот когда человек особенно страдает, ему нужна именно вера. Вера, которая дает то, что какой Христос должен ты. Говорит, если вы будете страдать, как и я страдала, как мы будем страдать, почему мы будем страдать? Ты же за нас один раз пострадала, я кому-то так и сказала, он же за нас умер, ты чего это, мы-то должны страдать? Мы только можем уверовать, и мы будем спасены. Она думает, так она как прямо так, раз, обошла-то меня вот. Вопрос у меня сразу, страдать это приятно, человек, он просто страдает? Нет, нет. Пойду-ка я пострадаю. Когда ты идешь страдать, ты терпишь мучения, но когда ты понимаешь, зачем это, когда ты идешь лечиться к врачу, ты понимаешь, что у тебя зуб вылечится, и ты будешь здоров, тебе будет хорошо. В данном случае толкование говорит, потому что если бы мы не верили, что будем с ним царствовать, толкование говорит, если бы не верили в это, то не терпели бы так много и так сильно. Ну а зачем терпеть, когда, а за что терпеть? Хотя вот мы читаем ветхозаветные иудеи, страдали просто, не то чтобы просто, а они не шли на компромисс, им предлагали есть свиное мясо, принести потом в жертву, а они нет, и все. Маковейские братья, там как только не издевались над ними, и жарили, и кожу рвали, они все равно нет, и все. Хотя верили просто в то, что в будущем будет воскресенье, а когда оно будет? Но они понимали, что закон говорить нельзя, значит нельзя, все. У них даже такого не было, таких откровений не было, каких были у апостола Павла, но они страдали так, как даже апостолы даже как не страдали. Потому что апостолы страдали, но мы видим, что апостолу Павлу, ну да, побивали камнями, голову ему отсекли, но как маковейские братья страдали, это вообще ужас. А это было еще задолго до Христа, понимаете? Какая была у них вера, во что вера? Праведность закона, что закон важен, да, над Богом, и что исполняя закон, я буду им жив, и при этом, мать говорила, что еще воскреснете. А сегодня вот ты читал нам проповедь, где говорилось о том, что как Господь так возлюбил нас, так, ну как, это вот стих такой золотой, что отдал сына своего народа, чтобы всякий верующий у него не погиб, но имел жизнь вечную. Но речь идет о том, что Бог нас, таких грешников, так возлюбил, что отдал сына. Так вот ты упор на это делал. Да как же вот вы-то, как же вот вы, зная, леете. Дело упор проповедника, я просто читал, если читал. Да, ты вот, нет, там в этом твоем, как ты выбрал, беседует у нас, и акцентировал на этом внимание, что если Бог отдал даже сына своего, единородного, а вы, вот почему вот там, это мне запомнилось сейчас сразу, вспомнилось слова, которые ты читал в проповеди. Что, а вы-то почему, вы-то почему не должны страдать. Он страдал, не согрешив, не согрешив, а мы согрешаем и страдаем, и не можем вынести. И, как бы, страдания наши, ну, приводят к тому, что вроде нам вот больно все это. У нас нет такого оптимизма и такой радости, как у апостола Павла, который радуйтесь, радуйтесь, всегда говорю. А почему нет оптимизма? Почему нет оптимизма такой? Ну, когда начинаешь выздоравливать, тогда вот у меня так появляется радость. Ну, ты страдаешь, ты должна радоваться, а почему ты, почему нету радости? А потому что вот вера, по маловерию, конечно. Я, когда уже потом себя вот как-то стала, Игнатий Причинович, думаю, надо сразу, когда только наступает страдание, надо сразу радоваться, тогда Бог больше помогает. А я вот, исходя из ваших слов, понял так, что надо сразу начинать просить Господа, укрепи во мне веру. Что-то как-то я не сильно радуюсь, а значит, может быть, потому что веры во мне маловато. Что-то я вот говорю, верю, верю, а вот, может, я ничего и ни во что не верю. Да, может, и не верю. Ну, вот свойственность такая, вот был только, только приходил Господа, вот я еще был юношей, и, ну, потом, я ожидал, видел, как верующие некоторые там, ну, обсуждали вопрос, что согрешил тот-то или тот-то, я думаю, он уже верующий. Ну, ладно, я не верующий, я так рассуждал, мне было еще лет 16 или даже, ну, ладно, я не верующий, я так в простоте приходил. Я не верующий, знаете, я какую-то такую себе заслугу ставил, что неверующий, но он же верующий, он вообще должен быть правильник, как он споткнулся, почему вообще он споткнулся, я вообще понять не могу. Вот я уверую, тогда у меня все будет нормально, я не такой буду, то есть я так рассуждал, вот, а вот уверовал, и вот не веруешь, а все равно как-то вот так. Поэтому вера иногда слабеет, иногда, поэтому веру сравниваю с огнем, что огонь возгорается, то ярче, то это, а чтобы возгорался огонь, что необходимо, добавлять туда дровишек каких-то, масло наливать. Вот, ну, вот, поэтому, вот такая двойственная, с одной стороны человек верит, а с другой стороны вроде бы как и не верит, не то, что не бойся, ведь мы не можем сказать, что мы не верим, но вера слабая, ее надо возгревать. Ну, вот, опять же, относительно веры и страданий, вот, по человеческому рассуждению, чей подвиг выше? Александра Матросова, который отдал жизнь за близников, ну, знаете, что он вдруг бросился на дот, или вот, христианских мучеников, которые тоже осознанно шли на смерть. Да, вот такой, да. Чей подвиг по человеческому рассуждению выше? Неверующего человека, который отдает жизнь за семью, там, за народ, за русский, либо, вот, христиан. Можно ответить? Да. Это же было сказано и о Зои Космодемьяновском, не Евричем. Или о Зои Космодемьяновском. По человеческому, да, это как раз выше тот подвиг, которые пошли, отдали свою жизнь, не зная о вечности, о благодати. А когда мы знаем, то мы уже надеемся. И если мы по своему маловерию будем надеяться и не радоваться тому, что страдаем за свои, там, какие-то пяти дни несем, или за христа или еще что-то, то и вера наша может оказаться слишком такая малой, тщетной. А что мы скажем Господу на суде? Те люди не знали, не знали, не верили, да и не имели такой возможности, но они пострадали. Вот их подвиг по человеческому рассуждению как раз и будет выше. Слава Господу Иисусу. Я вот смотрю, тут все возбуждены такие, что все согласились, что выше. А поможет ли это им? Это им не поможет. Это им не поможет. Потому что по суде они не могут оправдаться, они не верующие были. Я слышал такое мнение, вот один, ну, даже верующий брат, сейчас его не знаю, он говорил, ну, вот какое-то кино он там смотрел, американский фильм какой-то смотрел, когда он, я даже не знаю, что за фильм. Ну, вот покажут Вьетнам вроде бы это. И вот висят вертолеты, вертолеты, там мы знаем, была жесткая, я бы даже сказал, бойня. И вот там какого-то солдата несут. И в конечном итоге один солдат жизнь отдает за другого солдата, кидается. То ли он в реке плывет, его надо было бы спасти. И вот он висит на вертолете, висит из последних сил, и ему надо бы подняться и того кинуть, умирать там в этих джунглях. Нет, он отрывается от самолета и туда, в эту речку, и там уже пытаются они как-то оба выжить. Отдельная история идет. И вот он говорит, вот видите, любовь к ближнему какая была, он свою жизнь, можно сказать, отдал за другого. Другой фильм показывают, там тоже такие, когда там спасатели, ну, фильм есть про спасателей, они постоянно рискуют своей жизнью. Вот есть такая профессия, вот у нас МЧС, ну, а там показывают американских спасателей, вот на берегах Тихого океана, там шторм, рыбацкое судно. Вот они спасают, уже даже вертолет погиб. И вот в последний момент надо спасти, не хватает людей, там надо два человека, чтобы работало. Двое человек работает на этом судне, всех эвакуируют, эвакуировали, одному сложно было это сделать. Но теперь нужно этих спасателей спасти, а им же тоже надо, а там шторм бушует. Ну, это так, режиссер придумал, хотя, может, так было, не было, я не могу сказать. Но вот такая ситуация разыгрывается, когда ротолет поднимает двух спасателей, ему говорят, что веревочка-то, мы не можем вас почему-то вытащить, по какой причине? Но двух человек сложно было. И тогда старый спасатель просто берет, отрезается и все, а молодому дает в путь. Вот такой фильм. То есть, по сути дела, он был верен своему делу, спасателя до конца. Любой к ближнему, тоже любой к ближнему. Ну, и тут брат говорит, ну вот, а мы что, христиане? Он вообще неверующий был и умер. А мы там как-то, я не знаю, на чем этот разговор закончился, тоже вопрос-то вот так ставился. Что выше, что ниже, что спасет, что не спасет. А что перед Богом? Бог его так не спасет за то, что вот он такое доброе дело сделал? Нет, 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 у нас не было веры. Ну, а ей там разговоров вообще не было. Понятное дело. Там вся предыстория говорит, что этот человек был абсолютно неверующий. Жил просто. Да, он любил свою работу, любил людей. И умер, можно сказать, до конца. Отдал душу за ближнего своего. В прямом смысле этого слова. Ну, сложно сказать, я бы тоже так сказал, Бог рассудит. Просто написано, верующий в Сына Божий имеет жизнь, верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает о нем. Без веры в Бога уводить невозможно. Хочешь, ты что сделаешь? Вот, здесь так. Можно? Да. А вот Игнатий Тихонович, расскажу, потом я где-то тоже читала, не помню, как только святого. Ему было сказано, что вот иди в какой-то город, там две сестры живут. Помните? Они тоже неверующие были, но святого ангел послал туда. Подождите, нет, они были верующие. Они были верующие? Нет, они не верующие. Никак нет. Они были верующие. Это были... Нет, не смеялись. Нет, были две снохи, жили за братьями. Жили, не ссорились, и ему сказано было, иди посмотри, как вот они выше тебя. Ну, мне кажется, они неверующие. Верующие были, нет. Пример не совсем точный, потому что они были верующие. Он возомнил о себе, что много отдастил. Да, он подвязался где-то в пустыне, и вот у него мысль такая подошла, что, а вот вроде бы, куда мне еще стремиться? Я и так вот не ем, не пью там много. А дальше что? И Господь ему показал, вот они выше тебя. Они едят, почему-то? Их пошел. Ну, как, едят, видимо, не так уж едят в три горла, но Господь сказал, что вот их жизнь благочестивая. Не ссориться. Давайте дальше пойдем. Вот мы сейчас рассуждали с вами о познании страданий и о познании силы воскресения Господа. Я предыдущие стихи прочитаю, чтобы нам в контексте это было понятно. Да и все почитают щитой ради превосходства познания Христа и Иисуса Господа моего. Для него я от всего отказался и все почитаю за слов, чтобы, первое, приобрести Христа. Дальше мы прочитали. Чтобы найти с Нем не своей праведностью. И вот дальше мы сейчас будем. Чтобы познать Его и силу воскресения Его. Это все я почитаю щитой. Вот для чего? Чтобы познать его.